Всем плей-офф Чемпионата мира по футболу, друзья! С вами FIFA прогнозы очередного выпуска и, как всегда, со мной Саша Диктеров в студии. Здорово, Саня! Здравствуйте! Вот именно так тряслась сборная России, когда она узнала, с кем она будет играть. Играть она будет сегодня против Красной Фурии, против сборной Испании. Да, матч 1 июля, 1-8 финала Чемпионата мира, проходящего у нас в стране. Ну и, наверное, как обычно, перейдем к котировкам букмекеров в букмекерской линии. В целом, что очень, в принципе, ожидаемо, испанцев считают фаворитами на них от 1,59 до 1,61. То есть, 1,6 в среднем дают все букмекеры. То есть, в целом, достаточно многовато, как мне кажется, учитывая силу сборной Испании и, ну, не очень удачный матч подопечных Черчесова против команды Уругвая. На наших же ребят букмекеры дают от 6,45 у винлайна до 6,7 у 1xbet. 6,5 и 6,56 – это лига ставок и Олимп, соответственно. В целом, очень много. Ну, выигрыш в основное время для сборной России. Не то, чтобы результат нереальный. Хотелось бы, конечно, в это верить. Я думаю, ты со мной абсолютно согласен. Соглашусь, сборной России образца 2008 года очень хочется стать сборной Украины образца 2006 года, когда они в Германии вышли в 1,4 финале чемпионата мира по футболу. Итак, друзья, мы возвращаемся в Москву из Самары и играем 1,8 финала матча России против Испании. Поехали. Лужники стадиум. Сборная Испании в качестве хозяев номинальных, естественно, играет против сборной России. Тренер, выключись. Это слова Дзюбы перед матчем с Уругваем, адресованные Станиславу Саламовичу. Может, тогда слова Месси, адресованные... Орхе Санпаоле? Да, да, да. Чего мы не увидели в реальной жизни, к сожалению. А хотелось бы. Но нужно отметить, нужно отметить, что у нас все три результата сборной России предсказаны были в цель, в кассу. Имеется в виду просто исход. Точный счет мы так и не угадаем. Ну да, да, конечно. Точный счет угадать это в целом, это уже искусство, а не просто наука. Ну а мы здесь вообще играем в фифу, о чем вы говорите. Ну да. Что творишь, а? Тьяго? Ну, он просто насмотрелся на игру другого тяга. Мотты. Что ты делаешь? Ой-ой-ой, парни, пошла жаришка. Штрафной там один игрок, но передача слабовата. Отлично основили, отлично, просто прекрасно. Что-то вяло как-то идет у нас. Игра в первом тайме. Прям абсолютно без моментов. Просто без моментов. КОСТА! Хорошо Акимфой. Хоть где-то ближние углы мы забирать-то научились. Что по сейвам? У Акимфеева пять, у Дефея ноль. Ну, соответственно, и по ударам. У сборной Испании и сборной России примерно такая же статистика. Ну вот можно было бы сейчас пробить после ГОССКО. Ты видел этого фаната с желтыми глазами и красным лицом? Это я перед... Один удар был, один. Это мое лицо перед ГОССами, по-моему. А что будет дальше? Так вот, да. А насчет дополнительного времени? Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, надо было первым ударом забивать, на самом деле. А так, добивание в пустые ворота это не есть красиво. Вперед мяча. Ну, есть одно простой, простейшее объяснение. Стоит говорить. Это сборная России. Угу. Что происходит? Мяч попал в воротаря. Сразу тройная замена у меня. А ты заметил, да, у Кутепова скилл в FIFA, даже в FIFA 71? Это о многом говорит. Очень о многом. Я заметил то, что я сейчас решил вместо всеми великого пропиаренного Головина, который на самом деле меня не впечатляет настолько, насколько мог меня впечатлить Чершев. Так, так. Потому что Чершев по-результативнее будет. Ну, у них и позиции абсолютно разные. Тут не стоит сравнивать результативность, потому что... Я решил Головина сменить на Алана Забоева. Контант. Мячи до него доходят. Ну, что-то прям совсем не туда пасы идут. И еще один штрафной. Так, но здесь уже будет... Что? Здесь уже красная карточка. Сережа Рамос идет отдыхать. Хорошо, да, да. Остановил он не по правилам, причем был последним, наверное, защитником. Поэтому... Отлично! Что? Пенальти? Что? Давай! Повторный, ты что? Ну, какой пенальти? Ты что? Ты даже не смотрел в VAR! И Дехея сейчас просто показывает свой класс. Оооо, Федя Смолов возвращает интригу в этот матч. Причем сейчас. Повторится ли матч 1-4 чемпионата Европы? Когда наши играли, но там сначала наши, правда, забили. Сборная Нидерландов. Второй удар поворотом и второй гол! Всё, 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 посыпались испанцы. Это на новеньком-то геймпаде? Да, сейчас пойдёт добавленное время. Добавленное время. Ух, как хорошо сейчас щёлкнул по сборной Испании. Есть ещё две минуты, чтобы сравнять. Дехея прибежал сюда на стандарт. Ещё есть возможность добить мяч. Ну, удар! Да что ж вы делаете-то, братцы? Ну, и бей! И Окинфеев, что делает? Игорь просто тащит сейчас сборную России в 1-4 финала. Борьба вратарей там сейчас. Выбивать мяч! Конечно, выбивать! Давид Дехея! Всё, не успел. Не успел Давид Дехея мяч отправить. Почему эти ребята грустные? И Самоедов. Самоедов похож на сидеющего Месси почему-то. 2-1 сборная России выигрывает в этом матче. Самый настоящий сенсейшн на турнире вот этой Good Organization, из Big Organization, из FIFA, из Football Organization. Происходит прямо сейчас на наших глазах. Сборная России должна будет выиграть у сборной Испаницы 2-1. Напоминаю, друзья, то, что мы не берем в расчет наши прогнозы по клубному турниру, мы берем в расчет наши прогнозы по международным матчам, где по сборной России мы выиграли все, точнее мы угадали все три из трех исходов. Ну, слушай, если произойдет так, как было сейчас, такой камбечище, то, ну, блин, у нас еще год будут боготворить этих 11 человек. Потому что то, как сборная России просто перевернула игру на 75-й минуте, ну, это что-то невообразимое в матче против такого сильного соперника. Если мы увидим что-то подобное в настоящей, в реальной жизни на Лужниках, ну, вот сейчас при всех могу сказать, я вот, ну, не на волосы, ладно? Ну, 12 миллиметров побреюсь, вот так вот. Посмотрим. Итак, друзья, это была программа FIFA прогноз. Свидимся с вами уже на стадии 1-4 финала чемпионата мира по футболу. На 1-4 чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который победит в нашей стране. И я уверен, что мы будем опять играть матч сборной России против... Болейте за сборную России. Не знаю, против кого они будут играть. Очень надеюсь, что они будут играть в 1-4 финала. Болейте за наших ребят. С вами была программа FIFA прогноз. Да, я хотел назвать ее как-нибудь по-другому. Например, NHL прогноз. Ну, увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова